Я вчера удалил свой аккаунт из Фейсбука, я не знаю, может временно, может на постоянной основе я там не буду присутствовать, скажем так. Дело в том, что политика Фейсбука действительно непонятна. В каком плане? Вот на русскоязычном сегменте очень много пользователей из Украины. Нет, ради бога, это облако, это виртуальное вот такое, если так вот поговорить, облако, к которому мы имеем отношение, да, там все равны и так далее и тому подобное. Но политика Фейсбука, она приняла какие-то непонятные очертания и нормы благодаря стукачам, да, то есть те люди, которые действительно стучат постоянно в Фейсбуке. Именно вот, именно стукачи, то есть жалобы поступают от них на какие-то вещи, которые кроме улыбки ничего вызвать не могут. На отвратительную модерацию со стороны руководства Фейсбука, да, то есть где-то находятся офисы в Дублине, где сидят вот эти украинские ребята и блокируют там из-за слова хохол. И за слово негр могут, меня блокировали за слово негр, не нигер, а негр. Меня заблокировали за такую хохму, я написал, что да, действительно в России жутко ущемляются права сексуальных меньшинств. Напишу-ка я, будучи литератором, сказку «Пидорина горе». То есть, оказывается, фамилия Пидорин, на самом деле, я не знаю, она существует, как-нибудь, Андорин существует, и, оказывается, Пидорин. Вот, меня за это заблокировали на 30 дней. То есть, меня заблокировали на 30 дней за то, что я написал о свадьбе потомка Рахманинова на каком-то мужчине, я написал «Европа превращается в пидорланды». Ну, тоже блокировка последовала на 30 дней. Поэтому я посчитал, что оттуда нужно уйти с Фейсбука, да, раз нам какие-то ценности прививают, пытаются привить, которые нам чужды, я ушел. Но, что касается слова «хохол», вот честно скажу, я в своем лексиконе его практически не использовал, вообще не использовал. Даже вот моя коллега по передаче «Вперед!» там на русской службе новостей Наташа знает. И я объясню, почему. Потому что, на мой взгляд, ну, вот это обозначение национальности все-таки, во мне много кровей, в том числе есть украинская, но оба деда были армянами, армянская больше. Если мне скажут «армяшка», я, наверное, очень серьезно так обижусь, да, и приму какие-то меры, да, если мне так это в лицо скажут. И поэтому для меня, хотя многие считают, что «хохол» в этом слове ничего обидного нет, или «хохлушка», там такая дородная девушка хорошая, хозяйственная, и все. Но блокировать вот за эти слова, за «хохол», за «негр», извините, есть негритянская музыка, есть негритянские спортсмены. Черная музыка — это black metal, да, то есть, допустим, для меня лично. Поэтому я не собираю свой лексикон чистить в угоду тем, кто модерирует на Фейсбуке. Объясню еще почему. Потому что если у человека есть самоцензура, это хорошо, но когда к тебе начинают употреблять цензуру какую-либо, да, и ты начинаешь чего-то бояться, то через какое-то время скажешь «а в принципе, ну что, гомосексуальные браки, да все в порядке, да». Я вот этого не хотел бы, чтобы кто-то из моего окружения вот так вот начал думать, чтобы кто-то из моего окружения шел на поводу. И прежде всего поэтому я с Фейсбуком свои отношения, я еще раз повторю, может, временно, но закончил. А, кстати, если уж брать так по большому счету, то не только в виртуальном мире какие-то преференции есть у граждан Украины. Допустим, у меня друг был недавно в Израиле, и отношение к вылетающим, вот вылетали две группы, одна летела в Москву, вторая летела в Киев. Было абсолютно другим со стороны таможенников, да, то есть пропустите его, и так там этой стране принесли много горя и так далее. Вот такие вещи, да, и в Голландии мне рассказывали был случай тоже. То есть, ну, как-то мы, знаете, как Запад относится к какому-то инвалиду, да, бедному. Но если страна пошла по такому пути по науськиванию Запада, то, я думаю, жалеть ее как бы не стоит. Просто стоит посмотреть, чем это все, как я уже говорил, закончится. А Фейсбук, ну, это не более чем социальная сеть, в которую втягиваешься, да, она заразна, могу сказать. То есть, есть виртуальная зависимость, конечно. Поэтому надо как-то дозировать все это, и может переждать тот момент, когда на Фейсбуке улягутся вот эти вот распори, и люди заново начнут ходить туда, заходить в Фейсбук, чтобы получать положительные эмоции, а не для того, чтобы там вести какие-то виртуальные войны, или холивар называется, да, на виртуальном языке. То есть, вот, на мой взгляд, как-то так это все обстоит.